Автомобильные бренды перестали поставлять, ушли целые представительства производителей автозапчастей. Остается вопрос, чего нам ждать в следующем году? Об этом мы спросили у Марата Хазеева, сооснователя группы компании Автомайо, самой крупной федеральной компании по продаже автозапчастей в России. В 2022 году франшиза Автомайо заняла третье место среди всех франшиз по версии Forbes. Конечно же делать прогноз на 2023 год, дело наверное непростое, наверное неблагодарное. Но тем не менее у меня есть своя точка зрения, которую бы я хотел с вами поделиться. И никому не секрет, что продажи новых иностранных автомобилей, ну они просто обрушились больше чем на 60%. Не только с рынка ушли производители новых автомобилей, поставщики автомобилей, но сегодня мы имеем также еще и перебои с оригинальными запчастями. И в начале года они были конечно более массовые, да, перебои. Сегодня рынок немножко восстанавливается, но при этом все равно цена на оригинальные запчасти, она очень высокая. Стоит как маленький чугунный мост. Конечно же, чтобы не появился какой-то дефицит на рынке, государство разрешило воспользоваться именно параллельным импортом. Но все-таки с учетом того, что сама эта цепочка, она усложняется, возят через много стран. Первое, вырастают сроки поставки, безусловно, логистические издержки. И это не может не сказаться на стоимость запчастей. И, конечно же, они дорожают. Очень много, что сегодня начали завозить из других стран. Но в основе своей это, конечно, из Китая. Многие, наверное, скажут, а как же запчасти китайские устанавливают на дорогой автомобиль? Ну, на самом деле Китай, он разный. И очень много разного уровня завода. И каждый завод дает свое качество и свою гарантию. Есть высокого качества, есть низкого качества запчасти. Но это статистика за 22-й год. А что будет в 23-м? Все-таки, на мой взгляд, основной тренд 23-го года, возможно, и в дальнейшей перспективе, это поставки из Китая. И многие товарные группы, они будут расширяться, восполняться. И дефицита, на мой взгляд, какого-то особого не будет. Что еще ожидает рынок автозапчастей в 2023 году? Ожидать возвращения всех тех брендов, которые покинули всех производителей новых марок или запчастей в 2023 году, ну, наверное, не стоит. На мой взгляд, все равно постепенно-постепенно будут именно расширяться поставки именно электромобилей в Российскую Федерацию. В перспективе мы будем видеть, что и электрокары тоже будут появляться на наших дорогах. Электрокары? Это интересно. А как будет развиваться этот тренд в России в 2023 году? В нише электрокаров, на мой взгляд, многое зависит от позиции и государства в том числе. Да, если оно будет в этом заинтересовано, то есть много возможностей, как увеличить долю электрокаров. Очень важно развивать также еще и сеть именно электрозаправок, потому что они постепенно расширяются, да, покрытие становится все больше и больше. Но, тем не менее, их еще недостаточно. Что же будет завтра с ценами на автозапчасти? На мой взгляд, цена 2023 года будет полностью зависеть от курса валют. Серьезных колебаний не будет. Цена практически вернулась уже на начало 2022 года. Примерно она отыграла. Я говорю, если именно только аналоговые запчасти, не оригинальные. На оригинальные, конечно, до сих пор цена завышена, но она больше связана именно из-за параллельного импорта, из-за долгих цепочек поставок. Поэтому, если что-то не будет сверхъестественного происходить, мы будем видеть стабильную ситуацию. Будет нормальная, адекватная цена и какого-то дефицита, ну, по крайней мере, в нашей сети, в нашей компании нет и не ожидается. Потому что мы своевременно пополняем наши остатки, привозим и сложности, и перебоев с запчастями, ну, просто нет. Еще одна из важных тем – это моторные масла. Что будет с ними? Весной очень многие производители, которые даже имели свои здесь производственные линии, в моменте перестали производить масла, ушли. Известные – это и Кастрол, и Матюль, Таталль. Ну, многие-многие производители, которые перестали это делать. И в какой-то момент, конечно же, были у многих вопросы – а что заливать, а как обслуживать? Ну, слава богу, у нас очень много заводов в Российской Федерации, которые способны предоставить масло хорошего, достойного качества. Потому что местные производства, они загружены, да, меняются у них присадки, меняются у них, конечно, составы масел, но в целом потребности рынка они перекрывают. И по всем допускам все необходимое сегодня, оно восполняется и все необходимое есть. Ну, наблюдаю, на рынке также появляется по параллельному импорту, и оригинальные масла тоже завозят. Хотел бы обратить ваше внимание, в последнее время участились очень сильно именно случаи контрафакта. Очень много подделок появилось именно масла. Потому что когда одни ушли, другие просто стали завозить, подделывать известные марки, известные бренды. И, ну, такого сегодня очень много. Поэтому будьте внимательны, перепроверяйте поставщиков, качество. А в целом на российском рынке с маслами ситуация неплохая. И я думаю, что в 2023 году мы тоже будем с вами видеть, что все эти вопросы, они будут более-менее решены и какого-то дефицита не ожидается. Многие уходят от официальных дилеров, потому что, ну, конечно, цена и стоимость работ, она еще стала больше. Сами запчасти оригинальные очень сильно подорожали. Сегодня очень многие обращаются в подобные автосервисы, как наш, Автомайо, и получают качественную услугу, потому что при этом также получают и все необходимые и гарантии, и качественные запчасти, но при этом по более доступной цене. И тенденция, возможно, в 2023 году сохранится, потому что, во-первых, и автомобилей не так много из наличия, а второй вариант, это, конечно, цена, ну и кредиты, они менее доступны. Поэтому многие будут пользоваться теми автомобилями, на которых они ездят и просто чаще обслуживать, но для этого, конечно, нужно выбирать качественные запчасти проверенных поставщиков. И если вы хотите, чтобы цена была доступна, ну, альтернативный аналог. Тенденция 2023 года наверняка на вас ожидает параллельный импорт. И сегодня многие наладили каналы поставок, очень многие привозят из Арабских Эмиратов, сами недавно были там и на выставке, и на рынках, которые продают новые автомобили. Да, действительно, много автомобилей, многие поставляют по параллельному импорту любые марки. И цена, на мой взгляд, ну, она становится более-менее адекватная. Подведем итоги. Что же нам ожидать завтра на рынке автозапчастей? Если мы с вами говорим о автозапчастях, то на 2023 год я бы, наверное, предположил следующее. Что будет по параллельному импорту все-таки продолжаться поставки оригинальных запчастей и тех брендов, которые покинули нашу страну. Но в основе своей все-таки будет появляться еще больше различных брендов, разных поставщиков, разных производителей именно из Китая. Если вы планируете дальше эксплуатировать свой автомобиль, просто мой вам совет, пользуйтесь услугами профессионалов, проверенных поставщиков, проверенных станций технических обслуживаний, которые могут не только поменять запчасти, но и рекомендовать того качества, которое вас бы устраило, и также по доступной цене. Поэтому компания Автомоё предлагает именно комплекс услуг и запчасти под нашим брендом, на которые мы даем расширенную гарантию, ну и также гарантию на работу, если вы устанавливаете в наших станциях технического обслуживания. Всем я желаю, конечно же, в наступающем новом году хороших дорог, планов, чтобы все ваши задачи, цели, которые есть у вас, они обязательно совершались, исполнялись, ну и чтобы ваши автомобили реже ломались, а вы получали удовольствие от езды. Добро пожаловать в Автомоё! Автомоё!